Эфир канал ОТС продолжает программу. Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Силовики и следователи комитета на транспорте сегодня опять пришли с обыском в офис ТУАД. Судя по всему, чистка дорожной отрасли Новосибирской области не закончилась. Последствием уже глава управления Михаил Чуманов, заместитель министра строительства региона Сергей Ставицкий и ряд подрядчиков, кто следующий пока не разглашают. Известно, что речь идет о взятках в отделе контроля качества на общую сумму 300 тысяч рублей. Завтра мы расскажем подробности. В Машковском суде сегодня начали слушать дело о пожаре, который уничтожил 64 дома. Лишь чудом тогда обошлось без человеческих жертв. За считанные минуты пламя объяло семь садоводческих товариществ. Воду для тушения пришлось подвозить сразу двумя пожарными поездами из Новосибирска и Болотного. Полицейские возбудили уголовное дело и вскоре нашли дачника, который в тот день решил привести в порядок свой огород при помощи огня. Посчитав, что очагов горения нет, Николаенко прошел к себе в дом и начал распитие спиртных напитков. Поскольку пал осуществлялся пожароопасный период, продукты горения распространились на территорию соседнего участка, после чего продукты горения распространились на территорию соседних СНТ. Итогом стало настоящее бедствие. Огонь уничтожил дачи на общую сумму больше 31 миллиона рублей. Для некоторых потерпевших эти дома были единственным жильем. Александр Гончаров и ухозяйствовал вдвоем с пожилой мамой. Взял кредит на стройматериалы 300 тысяч рублей. Сгорело все. В полдевятого мне звонит председатель, говорит, общество горит. А когда приехали, я понял, что там ловить нечего. Если бы даже я приехал, я бы разделил учиться своей собакой. Верный пёс погиб в огне. Мама Александра не пострадала, только чудом с утра она уехала в город. Но потрясения она всё-таки не пережила. Несколько месяцев спустя пенсионерку разбил инсульт. У Любови Кузьмовны и её дочери Надежды похожая история. В роковой день их не было дома. Но как жить дальше, женщины не знают. Вы как оцениваете по деньгам свои улыбки? Я не знаю, пусть мне дом поставят на место. Дом мне поставят, и меня всё устроят. С учётом того, что у нас уже умер отец, мы этот дом не поставим. Вот мать сейчас одна. Я тоже в сегодняшний день не имею своего жилья. И это далеко не все истории. 64 потерпевших не поместились бы в маленьком зале мирового суда. А вот предполагаемый виновник этих бедствий Николай Николаенко в процесс не явился. Сказался больным. Тогда наша съёмочная группа решила проведать пациента. Думали, в суде вас застать, а не застали? Ну, я маленько запил. Пенсионер не скрывает. В тот день он действительно жёг сухую траву и выпивал. Я не отследил. Вот этот столб загорелся. Со столба пламя перекинулось на соседский дом. А после каким-то невероятным образом преодолело 35-метровую полосу отвода железной дороги и перешло на дачи. Николаенко уверяет, в тот день сухостой жук не только он, но и путейцы. Люди, свидетели, что в 5 часов вечера пошёл там пал. От меня не пошёл. Эту версию следователи почему-то отмели. И Николай Васильевич уверен, он просто стал удобным козлом отпущения. Анна Скок, Евгений Агеев, экстренный вызов. Вывели миллиарды из страны и в Новосибирске под суд отдают финансового махинатора, который в своё время работал в госкомпании и имел косвенное отношение к таможне. По имеющей информации перед Фемидой предстанет Вячеслав Носковец, бывший заместитель гендиректора сибирского филиала госкомпании «Ростек» под контрольной таможенной службе. Покинув свой пост, управленец переквалифицировался в бизнесмена, став совладельцем целого ряда юрлиц. И тогда деятельность фигуранта попала в поле зрения правоохранителей. Обвиняемый являлся членом созданного жителем города Бердска преступного сообщества, состоявшего из двух организованных преступных групп. Злоумышленники использовали реквизиты 52 подконтрольных им юридических лиц. За вознаграждение они незаконно оказывали на территориях Новосибирской области и Алтайского края услуги по переводу денежных средств на счета иностранных организаций нерезидентов путём изготовления и предоставления подложных документов учреждения, наделённые функциями валютного контроля. Согласно материалам дела, при участии Носковца было проведено нелегальных операций на сумму около 3 миллиардов рублей. Получая процент от теневых сделок, комбинаторы тратили деньги на покупку дорогих авто. Через те же подконтрольные конторы заключая договоры лизинга. Как полагают правоохранители, тем самым компаньоны отмывали преступные доходы. Этот пункт обвинения у бывшего топ-менеджера Ростека тоже есть. В целом же ему грозит до 10 лет лишения свободы. Однако, чтобы облегчить свою участь, он во всём сознался и согласился на сотрудничество со следствием. Поэтому судить его будут отдельно. По остальным участникам группы расследование продолжается. Сотрудники пограничного управления ФСБ совместно с коллегами из полиции ликвидировали подпольную лабораторию, в которой было налажено производство психотропных веществ. В ходе обследования арендованной фигурантом квартиры, расположенной в Октябрьском районе города Новосибирска, используемой для изготовления запрещенных веществ, правоохранителями обнаружено изъято, приготовленное к сбыту, психотропное вещество амфетамин массой более 67 граммов. Помимо этого изъяты прекурсоры более 100 литров, канистры, средства для фасовки и упаковки наркотических средств, электронные весы и банковские карты. Химиком-самоучкой оказался 33-летний безработный новосибирец. Именно он, по версии правоохранителей, был и организатором лаборатории, и непосредственным производителем амфетамина. С кем сотрудничал и как планировал сбывать готовый товар, сейчас выясняют следователи. За подобное преступление санкция статьи предусматривает суровое наказание, до 20 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. Подозреваемого взяли под стражу. К другим темам полицейские вышли на след владельцев сразу трех нелегальных казино. Сами увеселительные заведения, похожие на неприступную крепость, пришлось штурмовать бойцам СОБРа Росгвардии. Полиция, открой! ЗВОНОК В ДВЕРЬ У полицейских была оперативная информация. Доходным бизнесом руководят шесть человек. В трех нежилых помещениях они специально оборудовали залы для проведения азартных игр. Как установили оперативники, ликвидированные заведения работали в определенные часы в ночное время. В залах постоянно находились администраторы и охранники. Помещения и прилегающая территория были оборудованы камерами видеонаблюдения. Попасть в помещение могли только постоянные клиенты по предварительному звонку. Конспирация не помогла. На момент проверки в заведениях находились не только персонал, но и любители азартных игр. Всего 20 человек. В том числе один из организаторов. Полицейские изъяли столы для покера, рулетки, фишки, 700 игральных карт и три десятка мобильных телефонов. Также из тайников достали черновые записи, координаты постоянных клиентов и почти 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. В Новосибирске у нерадивого отца забрали престижный внедорожник. 44-летний хозяин машины долгое время не платил алименты и игнорировал собственных детей. А их у него шестеро. Когда в очередной раз пристав-исполнитель вызвал должника на беседу, тот приехал на «Лексусе». Пока шла встреча, автомобиль арестовали и отправили на спецстоянку. Если в ближайшее время мужчина не найдет почти миллион рублей, его транспортное средство пустят с молотка. А сотрудники мобильной группы Новосибирской таможни и пограничники на Карасукском посту пропуска пресекли поставку подозрительных импортных шин. Часть товара оказалась контрафактной. Автомобильные шины без обязательной маркировки были обнаружены в грузовом автомобиле, который следовал с территории Республики Казахстан в России. Продукция была обозначена логотипами известных зарубежных брендов. Часть товара оказалась подделкой. В настоящее время груз задержан. Решаются вопросы возбуждения уголовного дела. Всего на границе задержали 15 тонн груза. Это чуть меньше полутора тысяч штук летней и зимней резины для мотоциклов, легковых авто и даже автобусов. Часть товара, несмотря на именитые лейблы, вообще не соответствовала стандартам. Хозяину партии теперь грозит не просто крупный штраф, но и возможно лишение свободы. Стоит отметить, что в России с 1 ноября прошлого года введена обязательная маркировка шин, как раз для того, чтобы очистить рынок от подделок. И последнее. Накануне поздно вечером в районе остановочной платформы Аэрофлот работники железной дороги на путях обнаружили человека без признаков жизни. Новосибирским следственным отделом на транспорте Западносибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводится проверка по факту травмирования мужчины. 1983 года рождения, жителя города Москвы, по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следователи комитета на транспорте выяснили, погибший 38-летний гость из столицы в Новосибирске был транзитом. Поздно вечером мужчина должен был вылететь в Южно-Сахалинск. Как он оказался на путях и что именно произошло, пока загадка. У нас на этом пока все. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. Оставайтесь на канале ОТС.